Меня тут на презентацию пригласили. Презентация такая эксклюзивная. Этих элитных, монгольских, чернобурых сусликов. Ну а я, понимаете, женщина такая, это свободная, хоть и деловая, но... Ну, в общем, короче, незамужняя. Ну, и чтобы меня, значит, на той презентации тогда, значит, не доставали, так на меня-то не смотрели, вот. Ну, решила я себе на один вечер, ну, достать какого-нибудь хорька. И позвонила, значит, в эту службу, которую мужчины по вызову. Слушайте, они мне так узоломили цену, что дешевле выйти замуж, ей-богу. И тут я, значит, думаю, слушай, а что мне не позвонить, это Зойке своей, это товарки по бизнесу. Ну, что, она 10 лет замужем, мужик у нее вроде ничего. Ну, и потом, опять же, в прошлом году, перед 8 мартом, я ей тоже эту французскую юбку, значит, одолжила. Ну, и, значит, позвонила Зойке, говорю, алло, Зоя, привет, это я. Да, да все нормально, Зоя. Ну, я че звоню, Зой? Слышь, это, твой хорек дома? Она, говорит, а дома? Вон она, возле телевизора сидит, носки вяжет. Я говорю, Зоя, слушай, тут такое дело, ну, ты, короче, это, одолжи мне его, а? Она, говорит, не поняла. Как это, одолжи, тебе шоу? Тебе, как, для разовой акции или в аренду? Слушай, а может, ты его на совсем заберешь, по остаточной себестоимости, а? Я говорю, да нет, Зоя, мне с ним только на презентацию элитных сусликов сходить. Ну, одолжишь, а? Она, говорит, да нет проблем, че, для подруги не сделаешь, одолжу, конечно. Ну, понимаешь, не за драма. Вещь, что-то такая эксклюзивная. В общем, 150 долларов в час. Я говорю, Зоя, не поняла. Это 150 долларов? За того хорька? Зоя, ты че? Зоя, разуй лоза. Зоя, ему красная цена, 100 рублей за сезон. Она говорит, знаешь, не хочешь, не бери. А нормальная цена, я все цены знаю. И это при условии, если ты не будешь его использовать по прямому назначению. Я говорю, ого, а если буду? Она говорит, ну, если будешь, другой разобор. Значит, 150 долларов мне. Ну, и ему дашь на пиво. За амортизацию оборудования. Я говорю, ну, а ты че заладила? 150 долларов, 150 долларов, как попуга, ей-богу. Какие 150 долларов? Когда он у тебя БУ. Вы с ним сколько лет женатые? Да он у тебя даже уже не секонд-хенд. Она говорит, а милая моя, так женатые, они ценятся дороже. Это как с квартирами. Вторичное, жилье, дороже. Я говорю, какое вторичное жилье, Зоя? Какое вторичное жилье? В твоем случае это дом в аварийном состоянии. Она говорит, да ты че, да ты че, ты вспомни, как о нем фигура. Да тебе все на той презентации будут завидовать, вспомни. Какой он у меня? Ушки. Живот. Ножки. Его даже в стриптиз-бар приложали работать. В шестом. Я говорю, какая фигура? У него лысина. Начинается на лбу, а заканчивается на шее. Она говорит, какая лысина, деревня лысина. Это эпиляция головы. Чтобы кислород быстрее в мозг проникал. Да вообще он у меня спортом занимается. Он у меня футболист. Я говорю, ага. Футболист, это точно. Футболист он у тебя, Зойка. Не хотела я тебе говорить. Ну, раз такое и дело, скажу. Ну, в общем, звонила мне Нинка, рассказывала. Ну, в общем, была у нее встреча с твоим футболистом. На ее поле. Так твой футболист так нарезался перед матчем, что ни разу не попал в ворота. Она говорит, значит, это Нинка-стерва. Ну, хорошо. 140 долларов за этого кабеля. Я говорю, какие 140 долларов, Зоя? Ну, с чего ты взяла 140 долларов? Какие за него 140 долларов, а? С чего ты взяла? Она говорит, я тебе объясню. За каждый сантиметр роста один доллар. А у него сама знаешь, какой рост. Я говорю, так. А за что ты еще 10 долларов просила? Она говорит, ну так Зоя, да это у тебя не хорек, а грызок. 150 рублей, больше за него не дам. Она говорит, 140 долларов. Я говорю, 150 рублей. В общем, спорили мы с Зойкой, да хрипоты. Часа три. Я чуть на презентацию не опоздала. Ну, сошлись. На 20 долларов. Дороговато, конечно, за ее хорька, но я не пожалела. Я себе на той презентации, верите? Такого элитного суслика Прикупила. Хигурка, закачаешься. Ушки. Лапки. Швотик. В общем, вылитый Зойкин хорек. Только мой суслик на 30 долларов дороже. Ну, вы знаете, поскольку меня объявили главные свекруха страны, позвольте мне перед номером, который я специально готовила к этому фестивалью, рассказать вам анекдот. Еврейский мальчик женился на еврейской девочке. Ну, образовалась хорошая еврейская семья. И все бы ничего, только вот детишек бог не дает. Месяц не дает, второй, третий не дает. И мама мальчика, она запереживала. Она запереживала, она схватила своего сыночку за руку и приволокла к лучшему доктору города. Он посадил этого мальчика перед собой и говорит, мальчик, посмотри на меня, посмотри. Вот видишь, понимаешь, я в таком возрасте. Я вот чего только за всю свою жизнь эту врачебную, чего я только не наслушался. Меня трудно чем-то удивить. Поэтому, пожалуйста, я тебя прошу, вот без всякого стеснения, знаешь, вот ты мне подробно, ну просто поминутно, по секунду расскажи весь свой день. Это мне надо для диагноза. Мальчик говорит, ну что я могу сказать? Ну я утром проснулся, я носом чую, мама приготовила завтрак. И я, значит, покушала этот вкусный мамин завтрак и начинаю серьезно готовиться к ночи. И вот я серьезно готовлюсь, я читаю Камасутру, я запоминаю картинки, я учу теорию. И вот так проходит день, наступает вечер, мы ложимся с моей красавицей и женой в кровать, я поворачиваюсь к ней на правый бачок и ничего. Доктор говорит, вот молодозельная, ну и что такого? Ну и что такого? Ну ты повернулся к жене на правый бачок, ничего у тебя не получилось, ну перевернись на левый. Он говорит, что лицом к маме. У меня есть подруга, ее муж совсем недавно поменял машину. А мне же интересно, какая машина. Я у нее спрашиваю, Лен, ну какая машина? И знаете, такая вот пауза, она растерялась, а потом через какое-то время говорит, красненькая. И вот я эту историю рассказала автору, Юрию Софину, и он специально для фестиваля в Юрмале написал этот номер. Ой, Гена, ну знаешь, вот это вот, все, хватит гундеть. Хватит гундеть. Если я сказала, что мы вместе идем машину выбирать, все, мы машину идем выбирать вместе. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Ой, да куда ты пойдешь, Гена? Ну куда ты побежал? Ой, Гена, стой! Куда ты побежал? Деньги-то у меня. Вот здесь. В офшорной зоне. Прочь руки от бухгалтерии. Здесь у меня самое дорогое. Да, здесь у меня самое дорогое. Деньги на машину, квитанции об уплате квартиры, фотоапии твоей мамы. Да, вот так, мой дорогой. Твою маму у сердца ношу. Змею приорела. Ой, Гена, никуда ты не пойдешь без меня. Ничего ты без меня не будешь покупать, понимаешь? Ничего, все, хватит. Ты уже купил мясорубку. Ах, хорошая. Да хорошая. Че, я против, что ли? Конечно, хорошая мясорубка. Правильно, хорошая. Мясо жрет, а фарш не отдает. Ой, Гена, я понимаю. Я понимаю, конечно, с каждым может случиться, с каждым может ошибиться. Я это понимаю. Я вот тоже, между прочим, в свое время за тебя замуж вышла. Хотя мама меня так отговаривала. Говорила, доча, ну зачем? Ну зачем тебе этот сморчок? Ну погляди на него колобок на ножках. Ну что он тебе может дать, а? Как ты мою маму назвал? Ах, ты, харек неблагодарный. Да если б не моя мама, где б ты был, а? Да только благодаря моей маме у тебя высшее образование. Это ж она тебе диплом в метро купила. Лучше б она тебе Мерседес купила. Если б у тебя был Мерседес, то тебе не нужен был бы диплом. Ты и так был бы королью. Ой, не могу, ну насмешил. Слышь, король, ширинку застегни, а то скипетр потеряешь. Все, хватит болтать. Давай машину смотреть. Рассказывай мне вот про эту машину. Что это за машина, а? Опель. Лена. Лена, не поняла, ты шо? Это шо, получается? Опель, это машина. Так я же все время думала, что это город под Воронежем, Лена. Да потому что Люська, подруга моя, когда рассказывала про своего ребенка, второго, которым она забеременела, она же мне что говорила? Она говорит, ты понимаешь, я же вот этим вторым, я же забеременела по дороге в Воронеж в Опеле. А первым же она в Москве забеременела. Так я же думала, что Опель и Москва для Люськи это города побратимы. Я еще ей все время песню эту про Опель, про город пела вот эту. В Опеле березка стояла, в Опеле кудрявой. Хватит ржать, Леонид. Только повод дай. Ай, ничего я в машинах не понимаю. Гена, ты сам-то понял, что ты сказала? Я ничего не понимаю в машинах. Ты че? Гена, я же русская женщина. Гена, я же благодаря тебе во всем разбираюсь. Я же благодаря тебе вот этими руками могу все сделать из всего. Понимаешь? Я у тебя как Китай. Все, давай рассказывай мне про вот эту чуду-юду. А, как она называется? Йомобиль! Перестань ругаться! Люди кругом, ты че? С ума сошел? Лена, че? Это че правда так машина называется? Йомобиль! Вот, смотри, Лена. А кто ж ее сделал, а? Видать, намучился он с ней, если так назвал. А кто ее сделал? Наши? А, ну, наши могут. Наши могут, Йеной, сделать. Ой. И послать. Че они только не делают наши? Ее мобили, ее телевизоры, ее холодильники и много других ее товаров. Йена. Видал, люди талантные. Вот я на тебя смотрю, Йена. Тебя тоже наши сделали. Ой, Йена, слушай. А вот это че за машина? Вот эта лупатая, а? Вроде ничего такая, а? Как называется, а? Вот, ну, вот эта вот лупатая. Вот фары у нее вот такие вот, как у твоей мамы глаза. Ну, глянь. Ну, одно же лицо. Что я тебе говорю. Когда я у твоей мамы спрашиваю. Мама, когда ж вы мне долг отдадите? Она точно такие вот, глаза вот, пары вот таких. Выставит и говорит. Деньги, которые ты мне даешь, забудь! Это абонентская плата за сына! Понял, сморчок? За тебя плачу. За твой тариф. Че плачу, сама не знаю. Абонент же все время недоступный. Вот ты знаешь, Генка, вот я вот рассержусь и уйду с твоего тарифа на тариф к Лешке Королеву. А че, вот возьму и уйду. А че, он холостой. Он опять же сирота. Потом я его видала, когда он с баней в пруд нырял. Вот там тариф. За такой тариф и приплатить, не грех. А че, как возьму сейчас и куплю ему в проданное Мерседес, а? Гена, ты че, с ума сошел? Ты че меня позоришь? Встань с коленей! Перестань мне ноги целовать, ты шо. Гена, прекрати плакать. Давай, давай, давай. Поднимайся, поднимайся. Ну, шо такое? Сопли подотри. Шо такое? Ну, пошутила я, шо. Шо за человек такой? Ну, ты ж меня знаешь, Гена. Я ж, если за другого замуж пойду, я ж тебя с собой возьму. Я ж тебе ни на кого не брошу. Кому ж ты нужен? Ой. А ты знаешь, Генка, какую я машину хочу? Вот эту вот желтую Ладу Калину. Это ж машина счастья. А я тебе говорю, машина счастья. Я сама видела по телевизору. Где вот эта вот машина не проедет? Дороги хорошие. Зарплаты сразу у людей высокие. Чиновники все честные и вежливые. Мужики трезвые, бабы беременны. Ой, Генка, я ж так счастья хочу. Господи, Боже. Я ж за всю жизнь с тобой только два раза счастливая была. Два раза. Первый раз, когда оса в язык твою маму укусила. А второй раз, когда ты водку нес, и на банановой кожуре поскользнулся. А так, представляешь, Ежи, мы с тобой сядем в эту машину. Ты за рулем. Принц Уэльский. А я рядом с тобой счастливая. И песни пою. Ой, цветет калина. Ой, люли, люли. Муж всегда мой дома. Он чинит жигули. Годы, а годы, как птицы летят. Вот жизненная песня. Вот а годы, как птицы летят. Ничего не скажешь. Вот каждый год вот это летить. Вот ты мимо не замечаешь. Уже деточки подросли. Уже, Господи, Боже. Вы только песочкой вот это возились. Уже. О! О! У меня же их двое детков. Сынок и дочка. А там уже все, выросли уже. Переженились. Так что я и свекров, и теща. Все в одном лице. Гибрид. Свекреща. Да не, я к молодым не суюсь. Это, Боже упаси. Да не, не, не. Я вообще к ним не лезу никогда. Да главное, чтобы они между собой это ладили. Да я к ним вообще никогда в жизни. Да я к ним в последнее время не хожу даже. Да не, не хожу. Не, 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 не. Да что к ним ходить? Они все равно мне двери не открывают. Так, только иногда по телефону звоню. Иногда по телефону звоню. В общем, каждый час звоню. Вот, а с вами разговаривали. Сыночке уже пора звонить. Да что же это я-то? Ой. Алло, сына? Сына, здравствуй, это я. Ну, как там у тебя на передовой? Сына, что-то голос мне твой не нравится, сыночек. Какой-то у тебя слабый голос, сына. Ты сегодня кушал с утра? Да. Ну и чем тебя эта лохудра кормила? Я яичницу жарила. О, ты повлиди. И получилось, а? Сашка-рлупкой? Господи, боже мой, так хорошо хоть и с куриным пометом пожарила. Че на обед давала, сына? Пюре. Ой, цыгля. Прямо не жена, шеф-повар ресторана Макдональд. Как она готовила пюре? Сына, меня не результат, меня процессы волнует. Картошку взяла, помыла. Хорошо, помыла. Молодец. Ты, глянь, прямо тетя Ася. И че потом, а? Натерки, натерла. Это же с кожурой, что ли, под... Господи, боже мой. Ну, че я могу сказать, сын? Че я сказать могу, сыночек? Повезло тебе с женой. Как никому повезло. Ей был. У ей по кулинарии черный пояс. Говорю, руки у твоей жены золотые, сына. Только растут не с того места. Че, перезвоню. Алло. Доченька. Да, чуленька моя золотая. Здравствуй, моя родная. Доча. Ну, как ты там, а? Че хорошо? А че такое? Устала? А че такое? Да ты че. Все время жрать просит. От кошелок. Ну, ты, глядь, ничего мужика, кроме жратвы, не интересует, а? Замордуй, идите на кухню. Доча, доча, я тебе говорю, отуликай его от еды. В кино его повези. Тролодита. По делам. Слюна течет, когда еду показывает. От гиппопотам. Доча, доча, поведи его в цирк. В цирк его поведи, паразита. Пусть поглядит, сколько там собачка за кусок сахара беет. А еще лучше в зоопарк поведи. Там вообще написано, зверей не кормить. Доча, ну не плакать, доча, я не могу прямо сердце разрываться. Доча! Ну, пожари ему яичницу. Ну, че ты, я же тебя учила. Ты же просто два яичка разбила. А что ему еще надо? Ой, я не могу. Ой, люди добрые, держите меня. Ты погляди, грав какой. Да ты ему скажи, что в шкарлупе кальция много. А кальций укрепляет зубы, ногти и рога. Че он там бухтит? Куда он там просится? В какую такую сауну? С друзьями оттянуться в сауну. Не пускай! Я запрещаю, все, не пускай! Знаю я эти порылки. Там мужики все успевают, кроме помыться. И такой тайский массаж, что худеет только кошелек. Все, перезвоню. Господи, боже мой. Говорила же, говорила. Куда ты смотришь, куда ты лезешь? Зачем он тебе нужен? Что он тебе может дать? Я тогда ебон. Вот такая голова, так и плечи. Да он тебя сожрет вместе с суфлями. Куды там? Мама, он спортсмен, у него режим. Он бодибилдингом занимается. Куды там? Бодибилдингом занимается. Занимается бодибилдингом? Бодибил. Мать на проводе. Что такое, сынок? Поссорились? Слава богу. А что поссорились это, а? Вот и что. Вот стерва. В баню не пускают. Та другая бы радовалась, что муж у него чистюля. Что ей надо этого худрец потеять? Что ей надо? Какие такие гавайи? Ой, я не могу. Держите меня, устала. Пусть постирает, лучше и отдых. А я тебе говорила, я тебе говорила, что ты на ее сахатить будешь всю жизнь. Как папа Карла. Господи боже мой, такая девочка на третьем этаже жила, Людочка. Куда твои глаза ледели? Я тебе говорила, Людочка, полиди на нее, внимание обрати. На третьем этаже. Такая девочка такая, Господи. Что ты мне говорила? Мама, если она вам нравится, вы на ней женитесь. Она старая, ей 48 лет. Куда ты там? Тебе что, жевать ее, что ли? Она страшная. Ну и страшная. Зато было бы кому дачу охранять. А теперь надо муздыхать за этой Венерой безрукой. Всю жизнь проживешь рогами, солнцем, горбом в землю. Все, перезвоним. Ты греша на трубе. Доча. Что за слезы дома? Что с собой делает? На Гавайи не пускай. Доча, доча, не соглашайся ни на что. Только на Гавайи. Та нету денег. А что, да пусть не известить. Денег у него нет. Заначку небось сделал. Знаю я его. Доча, найти элементарно. Слушай, сюда. Значит так. Сегодня ночью? Часа в два-три. Когда самый сон. Поджигаешь под ним простынь. И кричишь пожар. Поняла? Он свою нычку первой спасать бросится. Вот тут ты кассу убери. И на Гавайи. Поняла? Действуй. Действуй. Мать плохого не посоветуй. Ну все. А я пойду на кухню. По-быстрому отцу яичницу приготовлю. А то дед в бане вернется. А у меня на кухне еще конь не валялся. Говорят, если человек привлекательный, то он привлекает всегда. Я когда вспоминаю эти слова, я всегда вспоминаю, я вспоминаю свою подругу. Зовут ее Карина. Она армянка. Ну вот, ну действительно привлекает. Ну привлекает всем. Привлекает внешностью, темпераментом, задором, умом, чувством юмора. Ну, поскольку она восточная женщина, ее привлекает все такое грандиозное, такое яркое, масштабное. Она даже свою дочь назвала таким громким именем Офелля. Офелля, да? Я у нее спросила, я говорю, Карина, почему Офелля? Она говорит, ты что, гамлета не читала? Она очень любит театр, она очень любит искусство. У нее в городе самая лучшая библиотека. У нее в городе, потому что, ну когда-то было такое время, вы помните, это время собирали только две вещи. Собирали книги и хрусталь. Вот, Карина собирала книги. Она все покупала, выписывала, покупала. Огромная библиотека, но ничего не читала. Но все покупала. Если у меня какие-то были затруднения в институте, я знала, к кому мне бежать. Когда я к ней прибегаю, я говорю, Кариночка, миленькая, выручай, мне нужен кальдерон, мне очень нужен кальдерон. Она говорит, что ты кричишь, что ты кричишь? Посиди кофе, попей, сейчас пойду поищу. Через пять минут приходит, говорит, кальдерона не нашла, я тебе анальгин перенесла. А я помню, как первый раз, первый раз приехал, оперный театр приехал. Она повела в оперу своего сына, маленького Каренчика, пять лет. Очень плохо кушает мальчик, очень плохо кушает. Карину это раздражает. Мальчик шесть раз в день не кушает, понимаете? Практически ничего он не кушает. И вот этого мальчика она повела на Евгения Онегина. Он сидел так, смотрел, пока он вот так смотрел, Карина его кормила. Она его для этого и привела. Конечно, у мальчика после оперы у него масса вопросов к матери. Мама, я ничего не понял, мама, почему там Аннидлинского застрелила? Она говорит, что здесь непонятного? Ленский плохо кушал. Я ее за глаза называю армянское радио, потому что она, ой, что она такое может выдать. Конечно, русский язык для нее, ну, как бы, не родной язык, поэтому, когда она начинает говорить по-русски, ну, что вы, я записываю. А у нее есть знакомая, которая к ней приходит каждый день, и она все время ей жалуется на своего мужа. Вот Карина как-то сидела, слушала, потом говорит, слушай, что ты мне на него жалуешься? Что ты мне на него жалуешься, а? Ты его сама на себе воспитала. Иногда у нее такие глубокие, глубокие мысли. Она, она мне говорит, Света, я тебе знаешь, что хочу сказать? Ты это запомни обязательно. Ты это запомни. Женщина, настоящая женщина, она всегда из ничего может сделать три вещи. Это шляпка, салат и скандал. Очень хорошо готовит. Очень хорошо готовит, поэтому я люблю бывать у нее в гостях. Это, знаете, это вот огромный стол. По голове стола сидит хачик. Муж Карины, которого она долгие годы откармливала за эти столы. Он сидит, ждет. Рядом дети, Карина. Я хинкали принесла, дорогие мои. Хинкали принесла, давайте с моим тарелки. Хачику любимому я много положу. Хачик кушает хинкали. Хачик кушает. Марина, что за хинкали сегодня? Один лук. Почему один, дорогой? Много лука. И вдруг хачик находит волос. Как он ей придривил. Она смотрела на этот волос. Смотрела, испугалась, говорит, это не мое. Хачик, я тебе клянусь, я так не маню. Посмотри на меня, этот черный, черный волос. Длинный, большой. Я уже блондинка, я уже, понимаешь, три недели блондинка. Это не мое, это твое. Он говорит, как мое? Посмотри на меня, у меня вообще волос нет. Она говорит, а на спине? Две недели мы с ней не перезванивались, потому что к Карине приехала свекровь. Боже мой, свекровь из Еревана, это же, это же катастрофа, Света. Не звони мне, у меня времени не будет ответить. Через две недели я ей позвонила. Я говорю, ну как прошло? Она говорит, слава богу, все прошло, все. Сегодня улетела, надеюсь не долетит. Слушай, такая любопытная, такая любопытная. Я все надо было. Она везде с его нос ссувала. Приходит, вот так глаз вытирает. Я у нее спрашиваю, что такое? Она говорит, соседи у вас не культурные, плюнули. Я говорю, в глаз? Она говорит, нет, в замочной скважине. Карина очень добрый человек, она всем помогает. У нас есть общая знакомая, соседка, ее зовут Света. Она, она над ней взяла шефство. Она ее старается выдать замуж, потому что Света, ну, она, понимаете, как вам так вот, ну, она уже много лет, она уже не совсем замуж. Ну, то есть, как бы одной ногой. Она уже много лет вот так на раскоряку стоит. А Карина, Карина ее видит каждый день, она у нее все время спрашивает, Света, ты замуж вишела? Она говорит, нет, никто не берет. А ты всех опросила? Слушай, это так просто, я тебя научу посмотреть на меня, посмотреть, это так просто, к себе внимание привлечь. Она там немножко волосы вот так сделала, да. Здесь немножечко вот так прошла, чуть-чуть, вот так. Ее бычку чуть-чуть вот так, да, да, сделала, да. Немножечко вот так, а, глазом вот так подморгнула, здесь сняла, все. Поскольку она, ну, очень непосредственная. Очень непосредственная. Я очень люблю, когда она, когда она комментирует мои какие-то новые работы. Если у меня что-то такое рождается, я всегда ей звоню, я говорю, Карина, обязательно посмотри, обязательно посмотри, мне очень важно твое мнение. Я потом перезваниваю и спрашиваю, ты смотрела? Она говорит, да, конечно, слушай, ты там в такой кофточке была? Ага, я не могу. Такая, значит, вот, на В, я говорю, Вишневая. Она говорит, нет, в клеточку. Ой, какая кофточка, ты что, ну как номер, тебе понравилось? Только честно, всю правду. Она говорит, Света, зачем? Зачем? Давай лучше подругами останемся. И вы знаете, я, на самом деле, я не спорю с ней. Я думаю, что, может быть, я ошибаюсь, но я так думаю. Я думаю, знаете, очень важно, очень важно, чтобы у тебя в жизни были две вещи. Это любовь и дружба. Муж и жена возвращаются после такого веселого, хорошего, такого обильного застулья. Домой возвращаются, а она к нему вот так поворачивается все время. Я говорю, Вася, ну пойдем домой, ну пойдем. Я говорю, я тебя умоляю, Вася, ну что мне сделать? На коленях встать? Ну пошли, ну давай, ну хватит стоять. Ой, ну какой бар, Вася? Ну какой бар? Ну у тебя вот тут уже булькает, ну ей-богу. Ну посмотри на себя, какой бар тебе? Пойдем домой, Вася, чуть-чуть осталось. Ну, ну, ой, господи, боже мой, ну, честное слово, оставь ты этого парня в покое. Ну я тебе говорю, а, ну а зачем он тебе нужен? Ну, ну, я, не, я вижу, что вы подружились. Я вижу, да, 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 да его прям полюбил, глянь, как целуешь. Ну, да, ну, оставь этого парня, Вася, ну, да оставь, потому что это собака уличная, господи, боже мой. Это не мужик кусатый, а пес волосатый. Да пошел вон блокастый. Ну, Вася, ну, ты же думай, ну, что такое, ну, кого ты в дом тянешь, ну? Ну, головой надо думать. А, голова болит, а, голова, а, я тебе говорила, будет голова болеть, Вася, будет голова болеть. Я тебя предупреждала, я тебе говорила, Вася, не надо тебе сегодня резко вставать под столом. А? О, а ты меня не послушалась, теперь голова болит, вот так, теперь мучаешься, все, все, забыли про голову, тебе не головой идти, тебе ногами идти. Все, давай, 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 ну, пойдем, ну, давай, ну, 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 вот так вот, ножичку давай, вот одну ножичку, вот так, раз, вот, давай, тогда, раз. У тебя получится, ты только попробуй, Вася, ну, куда? Шо ты на карачке стал? Все, будет отжиматься. Вася, ну, что такое, ну, как напьешься, ты показываешь, какой ты сильный. Ну, все, давай, я не спорю с тобой, отжимайся, все. До скольки будешь отжиматься? До ста? А, ну, хорошо, сегодня до ста, давай, я буду считать, давай. Давай, приготовился? Давай, все, начинаем, отжимайся. Раз, два, стоп! Все, Вася, молодец, отжался, теперь вставай, пойдем домой. Да я видела, какой ты сильный, Вася, да обратила внимание, какие у тебя мышцы, да прямо шварцнейр, Вася. Вася, ты так легко отжимался, потому что лежал на спине, а руками воздух отжимал. Уставай быстрее, пойдем домой, ну что, я уже не могу, я уже замерзла, Вася, ну, ну, чуть-чуть осталось, а ну, о, о, пожалуйста, дождался, милиционер идет. Вот, заберет сейчас тебя, вот, все, давай, я сама буду разговаривать, молчи, не вмешивайся, молчи, все. О, здравствуйте, товарищ милиционер, да, да, я знаю, что вы уже полиция, да, я знаю, что вы полиция, но, извините, живот у вас как у милиции. Ну, не, 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 это не надо его забирать, это мой Вася, муж, он не пьяный. Он пьяный? Да вы шо? Да вы, он не пьяный. Мы, мы с фитнеса идем, он устал. Он устал, он там отжимался доста раз, вот сейчас лежит, отдыхает, да. Документы, пожалуйста, без проблем, вот, документики посмотрите, да, все. И вам того же, все, счастливо. Вася, ты не поверишь, милиционер еще пьянее тебя. Ну, документы у меня попросил, откуда у меня документы, я ему два календарика показала, он посмотрел, говорю, все, документы у порядки. Ну, давай, давай, поднимайся, пойдем, давай еще кого-нибудь принесет, Вася, вставай. Пойдем домой, пойдем, пойдем, давай быстренько, пойдем, пойдем. Куда ты пошел? Куда, мы, нам в другую сторону, куда ты пошел? С каким Виктором одноклассника поздороваться? Где тут твой одноклассник Виктор, где ты его видишь? Вот это. Ну, 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 поздоровайся. Давно не виделись, все, поздоровался, все, пойдем домой. Виктор с нами не пойдет, я говорю, не пойдет с нами Виктор, не уговаривай, не пойдет, потому что это памятник Пушкину. Не ходит он, у него ножка мне тут. Все, никуда, нет, не поедем, мы пойдем пешком, не надо этого водителя автобуса уговаривать, не надо. Мы на этом автобусе не поедем, Вася, я тебе говорю, не поедем, не уговаривай ты этого водителя автобуса, потому что этот человек сидит в киоске газетами торгует. Все, пойдем, пойдем, я сама перед этим мужиком извинюся, пойдем только. Женщина, извините нас, да ради бога. Ой, господи, боже, куда ты пошел? В какой бар? С какими родственниками, с такими братьями? Где ты видишь этих братьев, где? Господи, боже мой, Вася, ну какие братья, это твое отражение в витрине. Да, сегодня вот так у тебя. Сегодня ты и там, и здесь. Сегодня ты в 3D. Ты пойдешь домой или нет? Или будешь нервы мне мотать? Ой, господи, боже, как я с тобой встала? Куда ты пошел? До какой машины поедешь? Это не наша машина. Не надо ее открывать, Вася, я тебе клянусь. Это не наша машина, понимаешь? Ну не наша, ну она просто на нашу похожа, понимаешь? У нас, да, у нас такая же, да. Вот у нас белая Лада Калина, это черный Порш Каен. Ну что ты, упинай. Господи, боже мой, это ребята из Порши выходят. Ну я не знаю, что будет. Ребята, простите, пожалуйста, это мой муж, понимаете? Мы идем с гостей, он просто машины перепутал. Вы его извините, у нас такая же, да, белая Лада Калина, такая же. Нет, мы не придурки. Ну, мы просто с гостей идем, понимаете, домой. Да, сейчас с Васей побегим, куда вы нам сказали. Прямо побегим, Вася первый, я за ним. Да не надо ему ускорение придавать. Вася, как ты летел. Вася, ты как, ты как летчик, сяки. Ну, ну, ну да. Они, знаешь, тебе какого пендаля дали? Ты прям 10 метров улетел. Вот только приземлиться. Ну, поэтому у тебя копчик болит даже спереди. Ну, у всех летчиков так, понимаешь. У них профессия такая опасная. Это же про них даже вот говорят, вот, вот, что душа как бы ищет вдохновение, а копчик находит приключение. Да. Вот это и сегодня, Вася, уже на копчик нашел все, что надо. Поэтому пойдем домой, Вася, по-хорошему. Пойдем домой. Без какой красивой женщины ты не пойдешь? Где ты здесь видишь красивую женщину? Я? Как ты меня назвал? Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Вася, как хорошо на тебя пентель подействовала. Да я же за всю жизнь никогда таких слов от тебя не слышала. Вася, ну что ты сидишь, простынешь? Пойдем домой. Не можешь. Копчик мешает. Иди на закорки. Вася, да после таких слов я тебя всю жизнь на закорках носить буду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо огромное. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Письмо главному терапевту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пишет вам Валя Дурков с деревни Дубки. Геннадий Проклович. Вы меня знаете, Геннадий Проклович. Я вам уже писала. Я вам писала, вы мне писали. Значит, я вам больше не писала. А я больше не буду, напишу, как обычно, 25 листов. Ну и Геннадий Терапевтович, огромное вам спасибо от всего нашего народу. Земной вам поклон. Благодаря вашим рецептам в нашей деревне никто не болеет. Люди перестали болеть. Не болеют, боятся болеть. Знаю, что Валя Дурков с вашими рецептами всегда на чеку будет лечить до конца. Вот, например, недавно по вашим книгам я залечила залечила деда Кузьму. Ну, дед уже с 1905 года ногами болел. И по селу ходил вот так вот. Еле-еле. Но ходил. А я ему говорю, дед, присядь на десятые лунные сутки. Присядь три раза, как Малахов Плюс. И дед присел. Всего один раз присел, сразу поволодел. Ага, прямо побежал по деревне. Сутки бегал, догнать не могли. Это потому, что я попросил его присесть на раскаленный кирпич. Потом, значит, Федю, соседа, за один сеанс вылечила от бабства. За один сеанс. А бабник Федя был страшный. его бабы на селе так и звали Федя Крувер ну был Федя Крувер стал Федя Витас в общем как вы советовали в своей 85-й книге на страниц 15 я значит взяла барсучий жир от свиньи клей БФ пепел от заревших трусов и смазала этим лекарством входную дверь а потом ею легонько прошумила Федя его страшилку все хороший рецепт эффект был оглушительный Федя ультразвуком верешал так шоу Витас прилетел с Китая познакомиться с конкурентом потом а значит деду Прокопу я вернула радость жизни ну сделала ему зелье для для мужской силы дед по мужской части уже лет 40 как ослаб ну ему то все равно бабке его обидно так что я из вашей 156 книги страница 6 приготовила ему на слабое место горчичник из корней мандрогены ну правда корень мандрогены я в огороде не нашла поэтому заменила его корнями хрена а чё как говорится хрен хреном вышибают горчичник Геннадий Аспиринович сработал на все 100 сила мужская пришла к деду страшенная второй месяц с бизоном ревет из штанов пар идет дрова как челитана колет и в дом не заходит а из остатков лекарства я значит развела дождевой водой и полила в имя огород вы не поверите Геннадий Бронхидыч в огороде все теперь вверх дурниной прет а к огурцам без мужа я вообще боюсь подходить но больше всего Геннадий Абалитович мне нравится ваш рецепт от головной боли нравится своей простотой вообще простой рецепт 33 страницы всего ведро солярки кило медного купоросу горсть угля стакан ржавых гвоздей 3 кило навоза сырца кстати на этом месте голова уже не болит за что спасибо вам молоко плюс и пусть как говорится здоровья вам пухом будете ну и последнее вчера у бабы Фени я вывела с носу прыщ по вашим рецептам горячей картошкой прямо брала из кипящей кастрюли картошку прикладывала к носу бабы Фени а баба Феня тут же сидела добровольно привязанная к стулу прыщ сразу исчез потому что нос в 28 раз увеличился и тут значит пришел почтальон принес прибавку к пенсии 100 рублей а баба Феня так ему с под носа подмигнула и почтальон сразу от себя добавил еще 500 рублей только чтобы баба Феня ему больше не подмигивала так что спасибо вам спасибо вам всенародное молоко плюс дорогой вы наш терапевт я руси Венадий Гомеопатыч это я вам рассказала все материалы из своего уголовного дела и по этому делу меня хотят судить все деревни и я прошу вас Малахов плюс приезжайте на суд будьте моим соучастником и пусть значит здоровья вам пухом будете спасибо огромное спасибо я вас люблю спасибо привет Катюка слушай если ты с таким лицом будешь сидеть я уйду да хватит ныть Кать какая судьба какая твоя судьба такая ой господи ни мужа ни работы ни фигуры ни фига ой заткните надоело я тебе на прошлой неделе звонила место было в агентстве ты ходила переводчице устраиваться а как не взяли Катя как не могли тебя не взять Катя при чем тут нет диплома Катя Катя я тебе сто раз говорила Катюха у женщины диплом это грудь грудь у женщины это как на правительственной машине мигалка большая грудь красный диплом у тебя маленький дипломчик ты знаешь Катюха если честно у тебя спереди почти нет образования ну и что не беда не беда прорвемся Катюха прорвемся не вешай нос вот ты мне скажи вот скажи перед тем как устраиваться на работу ты как я учила в бюстгальтер для объема плюшевых зайчиков подкладывала нет вот Ленка Шиндякина да да она перед тем как на работу устраиваться она не то что зайчиков плюшевых она все детские игрушки какие дома были утрамбовала и пошла дипломом вперед а сверху платье надела дочери шести лет с мылом натягивала и Ленку взяли в японское посольство переводчиц хотя она и по-русски со словарем и матом а Ленка у японцев работала у японцев хотя до сих пор думает что это киргизы ой не хочу слушать мужа нет почему тебе мужа нет а? Катя господи ждет когда мужчина к ней подойдет сам как кролик куда вон Катя ты когда последний раз на себя в зеркало смотрел? ну кто к тебе подойдет? ты же не красишь свой фасад у тебя же весь забор облупился ну скажи честно скажи когда ты последний раз брови полола Катя? то что у тебя над глазами это не брови твои брови на уши накручивать надо ой не надо природная красота природная ой замолчи природа над тобой поиздевалась вот Ленка Шиндякина гордость моя слушает меня красит свой фасад красит поэтому регулярно ходит замуж раз в две недели замуж ходит а тоже выпендривалась красота природная туда все ой а у него котюха красота еще красивее твоей у Ленки кот жил не поверьши такой маленький такой котенок такой мяу-мяу-мяу ну жил себе жил а потом как-то Ленку не накрашенную увидела ты бы видела с какой скоростью он свой китти-кэт в мешок трамбовал сам рванул на вокзал а потом к сестре в Иркутск оттуда по телефону Куклачеву позвонил и сам напросился к нему в рабство ой не хочу слушать судьба какая твоя судьба не слушаешь меня вот судьба такая зайчиков не подкладываешь фасад лица не крашешь ни рожи ни кожи а мужчинам в нашем дворе Катя запомни сейчас есть из кого выбирать я даже сплю с зайчиками а ты что ты на себя надела а? что это такое? вот это вот Катя я тебе сто раз говорила не надевай короткое Катя над тобой люди смеются Катюха ну не для твоих ног короткое Катюха ну как тебе так ну помягче хочется господи понимаешь у тебя ноги они у тебя не растут они знаешь они у тебя как-то вьются и седалищ вот интересно они у тебя от природы такие или ты их каждый вечер на бегуди накручиваешь до земли до матушки юбку носи чем длиннее юбка тем красивее твои ноги заодно и ласты свои прикроешь 45 размера ничего не реви слушай правду зато ты устойчивая тебе никакой дололёт не страшен и плаваешь лучше всех ластами шрёп-шрёп-шрёп-шрёп уже увы как да ты мечта водолаза мужики ещё заценят такой вездеход я открою о каааа кааа кааа Сергей Петрович пришёл бизнесмен с второго этажа с цветами ко мне сумку отдёрни взбугнёшь здравствуйте Сергей Петрович а я думаю придёте не придёте ну смотрю с цветами могу вам дорогу до ЗАГСа показать качки качки ноги открой не важно что у неё чё душа а чё это такое и Сергей Петрович к тебе пришёл с цветами да не плачу я понять не могу и фасад лица наградила зайчиков как дура натолкала всё лето я хожу упарилась вся а это блин на своих кривых глаз шлёп 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 и Сергей Петрович в ЗАГС а я как картина в музее вроде нравлюсь всем и домой никто взять не хочет вот на самом деле такая жизнь сейчас кто чем зарабатывает правильно я не против ну открываешь любую газетку а там на последней странице слушайте вот эти колдуны вот эти экстрасенсы вот эти ясновидящие это это вообще это я не знаю что это такое шабаш ей богу один значит колдун в третьем поколении почистит карму за тысячу рублей тут же колдун в десятом поколении загадит карму за полторы тысячи кто-то вырвет зуб по фотографии ну слушайте но у них такие ценики мама не горюет а я так считаю вот чем выше ценик тем меньше таланта вот у нас в доме женщина живет слушайте она никогда в жизни с людей копейки не взяла она ясновидящая эльза ее зовут но она настоящая понимаете она людям бесплатно помогает бесплатно не серьезно мы с ней 31 декабря идем разговариваем во дворе и вдруг и вдруг навстречу колька сосед а колька он знаете он такой мужик он ни в кого ни в бога ни в черта никого не верит и эльза всегда подкалывает а тут 31 декабря ай колька уже с утра заворотник заложил настроение боевом эльза навстречу он говорит эльза погоди погоди а вот ты говорят весна видишься я а я хочу знать эльза скажи мне что меня ждет 1 января эльза так на него посмотрела на него посмотрел на его сумки полные водкой потом говорит Коля я тебе буду говорить правду как вижу вот судя по сумкам 1 января у тебя не будет Коля у тебя наступит сразу 5 точно не ошиблась колька после нового года очнулся лицо от салата оторвал спрашивает а какое число ему говорят 25 мая не эльза гений гений она всем помогает всем мужик к ней попугая принес ну мужик понимаете одинокий мужик купил себе говорящую птицу ну у цыган купил попугая говорящую когда он его покупал цыгане всем табором клялись что он говорит а тут он его значит купил домой принес начал с ним разговор разговаривать а попугай в ответ только все ничего не понятно он начал эту птицу учить русской речи долго учил года полтора прям день и ночь кеша скажи кеша хорошая кеша скажи кеша хорошая громко на весь дом кеша скажи кеша хорошая уже все соседи на ушах особенно ночью тарабанитую стену кричат кеша да скажи ты ему что ты хороший а попугай только и вот этот мужик притащил попугая Эльзи говорит Эльза посмотри посмотри этого кешу посмотри будет он говорить или нет Эльза она птицу часа три смотрела она все посмотрела крылья посмотрела она клюв посмотрела она вовнутрь ему заглянула за язык подергала потом лапы посмотрела плоскостопие измерила пульс давление потом говорит нет нет кеша говорить не будет потому что кеша крашеный воробей не Эльза она 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 гений гений а бабы Зои как она помогла да бабы Зои сколько лет врачи не могли помочь а Эльза помогла за пять минут помогла а врачи годами лечили у нас баба Зоя знаете ну хорошая старушка но у него вот как только зима начинается у бабы Зои голова болит все очи из орбит лезут не может головной боли маится врачи не могут помочь ничем она к Эльзе прибежала говорит Эльза не могу зима началась все с ума схожу голова болит хоть под топор ну посмотри помоги Эльза она знаете она над ней вот так вот руками три раза вот так руками посолила 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 потом говорит ой баба Зоя помогу поняла баба Зоя ты понимаешь какое дело ну у тебя размер головы пятьдесят восьмой а размер шапки на ней три четвертой все бабка шапку сняла голова перестала болеть Эльза помогла денег не взяла а врачи деньги брали а помочь не могли не не она всем помогает всем ее все любят девочка с Магадана к ней студент какая приехала ой ну такая хорошая девочка ну просто прелесть а глазки вот такие маленькие вообще нету глаза и она говорит Эльза хочу чтобы глазки у меня большие были выразительные сделать что-нибудь я не могу к пластическому хирургу обратиться потому что я студентка и у меня стипендии еще меньше глазок Эльза говорит да я помогу дитё тебе бесплатно помогу помогла вот какие глаза теперь у девчонки как тазики глаза а всего-навсего девочка по совету Эльзы проехала в скоростном поезде Сапсан высунув голову в окно все глаза большие прическа эффектная вечная улыбка до ушей да Эльза она гения она всем помогает абсолютно всем у нас Галя некрасивая живет да ей вообще никто не может помочь на ней и так природа поиздевалась ну некрасивая Галя понимаете ну кличка у нее такая некрасивая вообще по жизни она страшная она такая страшная она сама себя боится она прибежала к Эльзе говорит Эльза не могу не могу 46 лет замуж хочу Эльза сделай что-нибудь хочу замуж выйти Эльза помоги Эльза говорит да помогу помогу Господи Боже мой не пугай меня помогу знаешь что тебе надо ты в первый день летнего месяца ночью пойдешь на пустырь где растет крапива пойдешь одна с ведром и голая поняла и вот в этой крапиве с этим ведром в обнимку прямо поваляйся прямо хорошо поваляйся чтоб ведро дремело потом беги домой и в этом ведре сожги мужские носки 45 размера а пепел в отрыв пупок потом беги на курятник на курятник беги и куриного по мету две жмени и ссыпание в ведро только смотри по мету пробуй чтоб он не горький был Галя все это записывает спрашивает Эльза и что поможет она говорит ну помочь не поможет но вреда не будет нет она гений она молодец молодец к ней другая женщина прибежала говорит не знаю что делать Эльза не знаю что делать муж ушел на рыбалку ты понимаешь продуктов только на один день взял а недели его уже нету что с ним живой он здоровый где он рыбачит ничего не знаю посмотри Эльза только одним глазом глянула на луну и говорит не переживай не переживай твой муж живой здоровый рыбачит по улице советское женское общежитие комната 8 клюет отлично такую рыбалку вообще грех бросит не Эльза молодец она молодец она всем даже дяде Васе алкашу помогла а дяде Васе алкашу уже вообще ничего не может помочь он алкаш со стажем понимаете у него руки вот так вот а ходуном ходят вот так вот а ходуном он пришел с этими руками говорит Эльза я хочу на работу устроиться никто с такими руками на работу не берет Эльза ну посмотри где мое рабочее счастье все Эльза посмотрела человек вот с такими руками работает теперь он лучший дойр на деревне он этими руками корову доить так что она во время дойки копытами земли не касается я к чему вам все это рассказываю сейчас такое время понимаете сейчас деньги надо беречь ну не ходить никуда ни по врачам никуда потому что у Эльзы у нее все бесплатно понимаете вообще она людям за просто так помогает у нее только одна мелочь ну когда заходишь ну это мелочь я считаю ну вот боже мой у нее заходишь вот чтобы не топтать у нее в комнате потому что у людей там много ходит ну ты покупаешь вот эти надеваешь да у нее только за бахилы 30 тысяч а все остальное у нее бесплатно так что подумайте подумайте Эльза это вариант это вариант там всю жизнь она вот такая вот она всем поможет абсолютно и вам поможет и вам и мне она тоже поможет дав tho м и м м м м м м м Продолжение следует...